Очевидным образом, у вас есть какие-то критерии, которые позволяют вам отличить наивное искусство бабкиное от истинно народного или прекрасную игрушку от не очень хорошей. Вы на чем-то основываете свои оценки, но не говорите на чем. Основываю, но, во-первых, это надо носом тыкать. А вот, а вот, а вот, потыкайте нас носом, пожалуйста. Вот, есть такой замечательный художественный термин, по-моему, его искусствоведы приняли, найденная вещь. Приняли искусствоведы? Сюрреалистский жанр такой был, кстати. Я не знаю, насколько его приняли искусствоведы. Сюрреалистский искусствовед? Ну, не знаю, я его узнал от Васи Крилкова, родом из Каргополя, о котором я только что говорил. Но он и был главным сюрреалистом в Каргополе. Ну да, он лепил из своего стекла озера Карелии, такой он приз получил всероссийский за озера Карелии. Вот, значит, то, что делала Ульяна Ивановна каждый раз, она с ними играла, она с ними разговаривала, каждый раз это были какие-то необычные вещи, она фантазировала. Нормальный мастер занимается производством на продажу, мы же все-таки имеем дело с промыслами, не надо хранить иллюзии по поводу великого народного искусства. Они зарабатывают. В каждой деревне тебе говорят, у вас с волочей там горячая вода течет. То есть они-то не знают, что горячая течет, они думают, что холодная течет. А тут нужно два раза сходить за водой для коровы и для себя. В день два раза. Это большой труд, а тут еще игрушки надо иметь. Вот, значит, а эта Ульяна Ивановна вот как-то жила, яйца продавала и игрушки продавала. А вот Левин ей присылал колбасу и штаны. Ходила в штанах. Да, вот еще почему дурочка в штанах ходила. А-а-а, так вот почему она дурочка-то. Вот. Нет, но уже вот тест, нет, где-то почему дурочка. И делала она наивный мастер при своем промысле. Потому что если мы возьмем Шевелевых, и если мы возьмем то, что стало сейчас стандартом, и если мы возьмем Дружинина… Но такое ощущение, что те оценки, которые вы используете, они опять… С одной стороны, вы говорите об истинно традиционном и как бы на потребу, с другой стороны, вы говорите о чудесной Бабкиной, которая вроде как нетрадиционная, но она таки хороша. А где тут как? Вот это промысел, а это сувенир. Смотрим. Это очень красиво, это сувенир. Грязненький, кривой. А может он просто полежал в какой-то месте? Нет, нет. Это сделано в деревне Хлуднево, именно этой мастерице подписано какой-то. Трифанова какая-нибудь. Вот. Сомашенко. А, вот. Сомашенко, вот та самая, у которой я ночевал. Да. А вот это сделано современным мастером, который там в пожарной части работает, и весь в них опыт принимает. В райцентре. В райцентре, да. А мне и это нравится. Ну, она такая целомонная. Она для города, короче. А это покрытое хватиной времени такая. Сомашенко живой народный мастер. Атик. Конечно, Сомашенкова наивный мастер, а не традиционный. Значит, здесь еще важно... Еще раз. Вот это наивный мастер, а это не наивный мастер, потому что он захотел денег за это. Ну, в общем, да. А она не хотела. Она наивный тоже продает. Ну, да. Во-первых, есть... И главное, о чем я так говорю, опираюсь в то, что есть товарняк. Это диевенский термин. Товарняк – это то, что делают на продажу. Это то, что вот то самое, что найдено, что очень просто сделано. Что делают... Это заработок. Это делается за секунду игрушки. Если ее лепят... Вот это и Сомашенкова, и вот эта дама, да? Да, городничего. Вот. Они лепят долго. Вот это... Вот товарняк. Я знаю. Он определенного размера, обычно немножко больше. Он... Это игрушка для производства, на продажу, для продажи. Так, а это тоже же на продажу, говорят? Это мелкая пластика. То, что с товарей называют. Но на продажу тоже. Но ее же продают. Все на продажу. Критерий пока не понять. Потому что, поскольку все продается, все на продажу, то... А это не критерия. Все продается. Хорошо. Так там, объясните нам критерий. Нам просто... Мы не понимаем. Товарняк – простая массовая вещь. Простая. Где какие-то украшения – это, собственно, знаки. Там налепили погоны. Вот, пошел. Налепили такую мордочку – птица, а такую мордочку – собака. Совершенно все одинаково. Продается массово, дешево и везде. Да. И стоит... На уровне советских лет стоит 60 копеек рубль, а это стоило у Самошенковой в советские годы и рубля. О! И даже больше. И это было 6 рублей. Я помню, вот у меня такие-то и куклы. Некоторые видели. Вот стоят. Для нас было то, что кончился в университет. Это было мучение. И это каждый раз индивидуальное творчество. Есть еще более мелкие вещи. Их делают... А везде делали. Не везде. Во многих местах делали. Товарняк – основа. Мелкой пластики может не быть. Есть еще мелкие вещи. Их, по-видимому, принято называть мелочь. Мелочь – это слово китайская мелочь. Значит, они вдвое меньше. Известно в опошне, зачем их делали. По опошне мы знаем, они такие. А их называли там копейки. И раздавали. И это известно по многим промыслам. Раздавали, как рекламу, когда мужик везет горшки на базар. Детишки начинали свистеть. Мамаши, бабуси сходились, горшки покупали. Вот. Значит, это все вот есть. И поэтому вот критерий такой. Товарняк – товарняк, а дальше идет наивное творчество. Хорошо. Значит, на самом деле вы ответили на этот вопрос. Можно дать возможность спросить. Микрофон, мне кажется. Микрофон, пожалуйста. Микрофон, возьмите. То, что делается долго или быстро, продается массово или нет, мы не знаем. То есть, если мы говорим о визуальном языке, то вот признаемся… Смотрите, многодельность какая. Не какая. Оцените рабочие усилия. Вот это тоже многодельность, правильно? Можно я прокомментировать, чтобы не было недоразумения. Ответ на этот вопрос – на точечный ответ. То есть, ответ на этот вопрос – на языке искусствоведа, который разбирается в этом предмете. Это не ответ существенный, эссенциальный. Вам как раз только что объяснили, что есть несколько типов этих вещей, и все думают именно так про них. кто занимается этими вещами. То есть, это профессиональный язык, и ответ на этот вопрос в данном случае лежит в области профессионального языка. То есть, если мы будем переводить… Который представлен. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова